здравствуйте друзья здесь демитков юрий хочу рассказать сегодня об ожесточенной войне буквально которая идет сейчас между центробанком и сбербанком в чем суть смотрите все мы уже привыкли пользоваться карточками депозитными кредитными так далее пластиковыми карточками и это очень удобно мы расплачиваем семьи в магазине мы переводим с карты на карту друг друг другу деньги и всем это нравится все к этому привыкли но карточки у всех это либо виза либо mastercard системы обе системы американские и каждая наша транзакция во-первых отслеживается американцами во вторых за каждую транзакцию система берет комиссию и представляете комиссия очень-очень маленькая но представьте себе какое количество транзакций деньги уходит опять же в америку еще один момент все транзакции отслеживаются и анализируется они анализируются в общем то есть какие предпочтения у людей на и эти данные анализируется там вот они у нас и это тоже неприятно и кроме того отслеживается каждая транзакция то есть американцы могут отследить каждого человека когда и что он купил но в частности например они знают ну скажем по этим транзакциям они могут отследить известных политиков и личности что тоже крайне неприятно и поэтому и центробанк и сбербанка крупнейший банк решили ввести систему которая потеснит визу и mastercard на этом поприще на этом поле и они стали делать это одновременно и параллельно разработка такой системы стоит денег и они не договорились и центробанк нанял одну организацию финтех сбербанк своими силами начал создавать такую же систему параллельно и они шли параллельно рука об руку как бы да но каждая система независима и они не смогли договориться центробанк говорит надо вводить нашу систему систему быстрых платежей сбербанк нет это будет система сбербанка и и вот обе системы готовы к началу этого года и теперь они предлагают внедрять эту систему и центробанк и сбербанк но центробанк своей властью набиуллина дает указание что все банкам подключиться к системе быстрых платежей от центробанка хорошо это или плохо для нас с вами друзья мы это для нас с вами хорошо потому что сейчас ну скажем многие банки берут за это комиссию и комиссия это составляет там полтора процента один процент ну и так далее какие-то деньги вот но минимум 50 рублей перевода через систему быстрых платежей планируется что комиссия будет 5 рублей не 50 опять то есть в 10 раз ниже по-любому вот но для того чтобы люди активнее внедряли активнее пользовались набиульна потребовала сейчас что без комиссии проводить эти платежи понимаете то есть нам будет это выгодней в 10 раз для того чтобы потеснить американцы во первых вторых это это действительно удобно вот и она заставляет подключаться все банки но сбербанк на отрез отказывается подключаться к системе быстрых платежей а это крупнейший банк и сбербанк говорит нет подключайтесь к нашей системе ну и соответственно предполагается что все банки будут подключаться и к системе быстрых платежей от центробанка и к системе такой же от сбербанка и какая из этих систем получит больше распространения то и победит собственно говоря вот но нам то что от этого нам только хорошо вот и кроме того смотрите это будут как это выглядит эта система уже внедрена и уже к системе от сбербанка подключились несколько банков ну например в частности тиньков еще какие-то банки подключились что происходит вот вы хорошо знаете что у меня есть карточка банка тиньков и я хочу перевести деньги кому-то из клиентов кому-то из своих друзей как это делается сейчас я беру и говорю перевести деньги по номеру телефона по номеру телефона дальше я пишу буквально вот имя своего друга который у меня записан в контактах и тиньков обращается к списку моих контактов на моем телефоне находит этого человека находит телефон этого человека и поиск и находит что у этого человека есть счета скажем в тинькове или в сбербанке и он дает мне на выбор говорит ты хочешь этому человеку в тиньков перевести или в сбербанк но так как я знаю кому я хочу перевести и куда я с ним договорился я выбираю тот банк который нужен и и соответственно перевод осуществляется если с тинькова на сбербанк то сейчас берется 50 рублей почему-то если с тинькова на тиньков естественно никакой комиссии нет кроме того значит как планируется расплачиваться в магазинах через систему быстрых платежей это банковский перевод по реквизитам с одного банка на другой и планируется вводить эту же систему для оплаты в магазинах как это будет сделано вот об этом я расскажу в следующем видео а пока пожалуйста напишите что вы думаете по этому поводу ну и поставьте лайк соответственно чтобы не пропустить следующее видео нажмите на колокольчик подписаться и колокольчик спасибо за внимание с вами был демятков юрий